Слова, которые мы используем, независимо от того, произносим ли мы их вслух или про себя, оказывают огромное влияние на нашу жизнь. Я хочу, чтобы вы запомнили небольшую мантру. Вы думаете о том, о чем говорите, вы привлекаете то, о чем думаете. Прежде всего, вы думаете о том, о чем говорите. Я скажу вам кое-что очень быстро, пять раз. Голубой слон, голубой слон, голубой слон, голубой слон, голубой слон. Что вы себе представили? Теперь второе. Красный грузовик, красный грузовик, красный грузовик, красный грузовик, красный грузовик. Я могу поспорить, что у вас в голове появился образ красного грузовика. Вы видите, что наши слова порождают мысли. Именно это можно очень эффективно использовать в нашей жизни. Вторая часть. Вы притягиваете то, о чем думаете. Сейчас начнется самое интересное, вам понравится. Любая картинка, которую вы снова и снова представляете себе в уме, будет влиять на ваше подсознание. И когда она укоренится в подсознании, она начнет притягивать обстоятельства, которые ей соответствуют. Вот почему работа с возможностями нашего разума такая действенная и так эффективна, если ее постоянно использовать. При этом не забывайте о действиях. Когда речь идет о здоровье, то ваши слова, обращенные к самому себе, играют невероятно важную роль. Сколько раз вы слышали, как кто-то говорил, если будет эпидемия гриппа, то я точно заболею. На самом деле так и произойдет. Это же смешно. Но зачем говорить себе такое? Зачем хранить в подсознании эту картинку? В ходе многих исследований было обнаружено, что те, у кого более высокие ожидания, по статистике добиваются лучших результатов. То есть вашему подсознанию нужны яркие, положительные образы и картинки, с которыми оно сможет работать. Я обожаю повторять самому себе, что мое тело – это удивительный исцеляющийся организм. Так и есть. Просто подумайте об этом. Что происходит, когда вы едите? Тело самостоятельно извлекает полезные вещества из пищи, распределяет их в соответствующих органах, а остальное ему не нужно. Это происходит автоматически. Что произойдет, если вы поранитесь? Белые и красные кровяные тельца начинают бороться с инфекцией и останавливают кровотечение. И это тоже происходит автоматически. Вам не нужно их направлять и говорить, чтобы белые и красные тельца начинали действовать. Это происходит автоматически, потому что тело – это исцеляющийся организм. Например, вы упали и сломали руку. Затем вы идете к доктору, и он лечит вашу сломанную руку, верно? Нет. Еще ни один доктор в мире не исцелил перелом. Доктор выравнивает кости, накладывает гипс, но именно тело сращивает сломанные кости. Наше тело – это удивительный исцеляющийся организм. Нам следует постоянно напоминать себя об этом. Вы можете повторять какие-то общие фразы или конкретные. Например, если вы сломали руку, вы можете сказать «Мой перелом идеально срастется» или «Мое тело – это удивительный исцеляющийся организм». Вы видите, что разум и тело созданы для того, чтобы работать вместе. Заставьте свое подсознание работать на вас и направляйте эту энергию в необходимое вам русло. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok